Исследовать документы КГБ с такой целью сегодня собралась на первое заседание Комиссия Историков. Специалисты уверены, благодаря секретным материалам советского периода можно развеять множество мифов об агентах и методах работы спецслужб. Все как в церкви. Значит, сверху вниз и дела в нарастающем порядке слева направо. Следственный отдел КГБ, КГБ Латвийской СССР. Айнерс Бамблс уже 20 лет работает с этими секретными папками. Свою докторскую диссертацию он тоже посвятил документам репрессивных структур Латвийской СССР. Когда ты уже каждый день за днём работаешь с этими документами, ты уже привыкаешь. Не в том плане, что чувства как бы отупляются, но в том плане, что просто ты видишь, может быть, то, что написано между строк. В этих папках вся советская история Латвии. 600 тысяч единиц хранения, начиная от перебежчиков в 1919 году до самого последнего крупного дела КГБ. Тогда органы расследовали пожар на АВФе. Это было в 89-м. В обществе по-прежнему много мифов о том, как работал КГБ, рассказывает историк Ритверс Янсенс. Один из распространённых мифов, будто человек сам мог не знать, что является агентом КГБ. Это невозможно. Порядок был строго регламентирован. Один агент проверял другого. Второй миф, что ЧК знал всё. Конечно, тоталитарный контроль в обществе был. КГБ контролировал и внедрял своих агентов в важные для него сферы, творческую среду, к студентам в неформальной организации. Но это не значит, что за каждым человеком следили и на каждого заведено дело. Это тоже не так. Этой весной завершился 20-летний срок, пока так называемые мешки КГБ нельзя было обнародовать. Но Сим решил, что просто публикация не развеет мифов и не добавит ясности. Решено было сначала дать изучить архивы учёным. Сегодня они собрались на первое заседание. Главное заключение, я полагаю, будет в том, какими являются эти документы, какой был механизм преследований, скажем, жителей Латвии в этих документах. И что они вообще из собой представляют, поскольку общественности Латвии в этом понятия очень мало. Те люди, о которых на протяжении 20 лет говорят, агенты, информаторы, лишь низшая ступень, мелкие исполнители. Очень важно показать, как пирамида власти завершалась в Москве. Приказы о репрессиях поступали оттуда. И здесь на месте были Компартия и КГБ. О всей системе власти мы раньше не говорили. Историки должны показать суть власти в целом. Во что оформится работа учёных, пока неизвестно. Возможно, это будет серия книг и публикаций в интернете. На изучение документов КГБ им дали четыре года.